В Краснокамском районе ведётся большая работа с участниками специальной военной операции и их семьями. Для решения различных вопросов организуются в том числе и встречи с представителями различных фондов. На днях при совместной работе с администрацией района и сельсоветов в Никола-Берёзовке был проведён круглый стол с руководителем филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества по Республике Башкортостан». Мероприятие проходило с участием главы администрации Краснокамского района. Мы со своей стороны, конечно, всегда оказываем большое внимание и семьям, и нашим бойцам, которые сейчас служат, выполняют воинский долг. У нас уже сейчас не десятки, когда была мобилизация, это не доходило до сотни всего мобилизованных. Сейчас у нас уже не десятки, не сотни, уже достаточно большое количество краснокамцев, которые служат, которые выполняют боевые задачи. И там очень важно, конечно, то, что главы сельских поселений. Я сам лично этот вопрос контролирую совместно с заместителем главы администрации специальным вопросов, кадром, уставили, как на Комитет по делам молодёжи, у нас вот Сидиков Решат Валерьевич, возглавляя штабшей Муратова, организовываем самое главное здесь на местах работу с семьями, и, конечно, помощь нашим ребятам, которые там находятся, гуманитарные конвои. Следующие мы готовим уже в сентябре месяце, сейчас вот эта работа идёт, все подключены к этой работе. Встреча началась с выручения государственных наград и благодарственных писем в домам, матерям и участникам специальной военной операции, а также памятных подарков от администрации Краснокамского района. Встреча проходила в рамках проекта «Своя семейная гостиная». Данный проект Фонда защитники Отечества выиграл грант главы Республики Башкортостан, Общество башкирских женщин Республики Башкортостан. Его главная миссия – помощь участникам СВО и их семьям. В рамках семейной гостиной мы всегда встречаемся с вдовами, с матерями наших погибших героев и проводим психологические консультации, работу с врачами и, конечно же, с институтами гражданского общества. Сегодня также вручили высшие награды Общества башкирских женщин Республики Башкортостан, матерям, вдовам, которые ведут активную общественную деятельность. Те, которые, несмотря на потери, несмотря на то, что они отдали самого дорогого человека, чтобы мы победили, которые боролись за суверенитет нашей страны, они продолжают жить, они продолжают жить, и как неравнодушные люди они помогают нашему государству, нашим бойцам, которые сегодня находятся на передовой, и в гуманитарной миссии активно участвуют, и в женском движении общественном активно принимают участие. Это наши женщины, женщины-матери нации, которые воспитывают подрастающие поколения, которые являются основой и поддержкой для нашего государства. Фондом «Защитники Отечества» проводится большая работа по реабилитации бойцов, адаптации жилых помещений, протезированию и, конечно же, поддержка семей. Также реализуются общественные проекты. О всей проводимой работе Гульнур Галинуровна рассказала участникам «Круглого стола». Разговор за чашкой чая получился теплым и душевным. Работа по вовлечению матерей и жен павших воинов в свои проекты, чтобы они не оставались один на один, продолжается в том числе на уровне местных властей.